Доменной зоны БАЙ 1 марта, то есть совсем недавно, стартовал первый этап регистрации в данной зоне. Ну а также я немножко затрону и доменную зону БАЙ. Как я уже сказал, домен БАЙ, домен, точнее БЕЛ, наконец запущен. Работа подготовительная по запуску доменной зоны длилась порядка трех лет. У вас, наверное, возникает сразу вопрос, доменная зона на кириллице БЕЛ, зачем она нужна вообще? Правильно, нет? Молчание, знак согласия. Окей. У нас компания называется надежная программа. Домен зоны БАЙ наверняка представлял бы такой вид, если бы мы захотели привязаться к названию фирмы. Надежная программа, точка БАЙ. Как вы, наверное, видите, в данном домене, если продиктуешь его, например, на радио или кто-то услышит на телевидении, пользователь, воспроизводя данный адрес в адресной строке браузера, наверняка сделает даже не одну ошибку. Например, букву Ж можно написать через G, можно написать через ZH, букву И можно написать через Y, кто-то пишет через И. То есть вариантов на самом деле множество. И услышав данный адрес где-то в СМИ, мало очень шансов написать верно адрес именно в браузере. Мы могли бы использовать малазийскую доменную зону MY, и наш адрес выглядел бы так. Надежный программ мы. dot.my. Однако, согласитесь, в таком виде надежные программы БЕЛ, домен более приятен для восприятия, ну а также, я так понимаю, гораздо быстрее запомнится на слух. Как же это было? Была очередная конференция в 2012 году, куда мы отправились с администратором доменной зоны BY оперативно-аналитическим центром. Тогда было модно говорить про кириллические домены, тогда появилась зона РФ. И, в принципе, родилась мысль, почему бы и в нашей стране не получить доменную зону. Сразу на конференции представители Айкена сказали, что вряд ли нашей стране достанется двухбуквенный домен, потому что по аналогии с РФ, первая мысль была, ну, наверное, РБ должна быть доменная зона. Потребовалась поддержка государства в данном вопросе, поскольку доменная зона – это все-таки нечто государственное, а не дело частной компании. То есть мы заручились поддержкой государства, мы заручились поддержкой общества. На ТУДБАЕ был проведен опрос, нужна ли нашей стране кириллическая доменная зона и как она должна звучать. В итоге 27 марта 2014 года при оперативно-аналитическом центре был созван Совет независимого регулятора. В том числе обсуждался вопрос, необходимо ли стране получать кириллический домен. И на данном собрании единогласно было принято решение, что все-таки домен кириллический стране нужен. И как бы вот с этой даты начался отсчет, так сказать, получения доменной зоны. Как я говорил ранее, в марте месяце, в конце марта было принято решение принципиальное, что домен нужен. 26 августа только, спустя, получается, почти 5 месяцев, международная корпорация ICANN, она одобрила заявку Беларуси на делегирование доменной зоны. То есть изначально домен выделяется в стране, а не в какой-то конкретной компании. 26 августа наша страна получила доменную зону. 12 февраля, тоже видите, да, какой, в принципе, по времени интервал значительный. 12 февраля на Совете директоров ICANN в Сингапуре доменная зона Белл была делегирована администратору доменной зоны, это УАЦу и нам, как техническому администратору. Ну а 1 марта, то есть все, что зависело от нас, как вы видите, достаточно оперативно делалось. 1 марта была запущена доменная зона, стартовал первый этап регистрации, а также в доменной зоне появились первые сайты. Если у вас мобильные телефоны под рукой, вы можете зайти сейчас на сайт домены.бел или домены.бел и посмотреть, что загрузится сайт, то есть все работает на кириллице. Вот, как я уже озвучил, сайт домены Белл, вот здесь приведен его дизайн. Итак, как будет происходить регистрация в зоне Белл? Процесс запуска новой доменной зоны – это достаточно сложный процесс, он, как правило, состоит из нескольких этапов. Почему, опять же, мы не стали открывать свободную регистрацию 1 марта? Как я уже сказал, это мировая практика, изначально выдается приоритет владельцам товарных знаков, чтобы те же там сквотеры не зарегистрировали в первые минуты открытой регистрации ряд доменов, созвучных с известными торговыми марками, поэтому первый этап, он длится 3 месяца, с 1 марта по 31 мая. На данном этапе владельцы товарных знаков, а также фирменных наименований государственные органы, государственные организации могут подавать заявки. То есть физические лица, у вас, если нет, например, компании или нет зарегистрированных товарных знаков, то вы пока, к сожалению, подать заявку не можете. Второй этап, который стартует 1 июня, это этап благотворительных аукционов. Мы отобрали ряд красивых звучных доменов, предположим, книги Белл, магазины Белл, казино Белл и ряд других. С 1 июня по 31 сентября будут проходить благотворительные аукционы, все средства, от которых будут направлены детские дома. Но уже с 1 октября в 00 часов будет открыта свободная регистрация, любой желающий сможет подать заявку и зарегистрировать нужный ему домен. Что касается стоимости. На первом этапе, который, например, сейчас идет, стоимость регистрации домена составляет 1,5 млн. рублей. Кто-то, если из вас знает, стандартная стоимость регистрации доменов BYE составляет 150 тысяч. То есть на первом этапе стоимость выше, чем стандартная. Для чего это сделано? Во-первых, на первом этапе работает комиссия. То есть все заявки от правообладателей поступают в комиссию, в состав которой входят представители НЦИСа и торгово-промышленные палаты. И они анализируют поступающие заявки на предмет коллизии, противоречий. Комиссия за свою работу тоже берет деньги. При регистрации домена на первом этапе домен регистрируется на 2 года. То есть не на год, а на 2 года. Следовательно, тоже можно говорить о том, что стоимость должна быть выше. Ну и опять же, ценовой барьер. Это барьер, прежде всего, от сквотеров. Первый этап не предусматривает массовые регистрации. Поэтому высокая стоимость, она является барьером для злоумышленников, которые хотят захватить много доменов и потом перепродать законным правообладателям. Например, полтора миллиона, да, то есть по обычной стоимости это 10 доменов, а так один домен. Ну, разница, по-моему, существенна. На этапе приоритетной регистрации правообладатель заполняет заявку, прикрепляет заверенные документы, подтверждающие его права на товарный знак или фирменное наименование, а также отправляет эту заявку регистратору, оплатив деньги за рассмотрение заявки. Рассмотрение заявки стоит 900 тысяч белорусских рублей. Ну, после того, как заявка отправлена, правообладатель ждет первое число июня, когда комиссия вынесет свое решение, то есть либо разрешит, либо запретит регистрацию данного домена. Многие из вас наверняка думают, что возможности доменной зоны Белл очень ограничены. На самом деле есть ряд, на данный момент есть ряд определенных трудностей с кириллическими доменами, но они постепенно решаются. Например, до сих пор не все почтовые службы, ну, например, Google, даже Яндекс, не совсем хорошо поддерживают кириллические домены даже в зоне РФ, то есть не говоря уже про Белл. Но постепенно эти вопросы все решаются, все больше сервисов заявляет о поддержке кириллических доменных зон, и постепенно этот вопрос, в принципе, будет снят. Кто-то говорит, что вообще домен Белл бесполезен, если есть доменная зона Бай, она подразумевает, что любой пользователь со всего мира сможет получить доступ к сайту. Это все понятно, однако большинство белорусских компаний все же работает на белорусский рынок, либо на страны СНГ. Поэтому большинство компаний, они даже не задумываются, и вряд ли когда-то выйдут на другие рынки западные. Еще один важный момент, который бы хотелось проговорить, это то, что владельцы доменов Бай не имеют приоритета при регистрации домена Белл. То есть если у вас есть какой-то красивый или некрасивый домен в зоне Бай, к сожалению, вы не получите приоритета при регистрации домена Белл. Несмотря на то, что эта доменная зона также белорусская, то есть также национальная доменная зона, все же зоны разные, и если предположить, что вы когда-то не совсем законно получили какое-то красивое доменное имя, а такие факты были, я не конкретно про вас, я вообще говорю, да. Было бы совсем несправедливо, если бы мы еще простимулировали получение доменов в зоне Белл данным лицам, данным организациям. Ну и еще немного расскажу про доменную зону Бай. Она нас не перестает радовать, который год подряд. Последние несколько лет доменная зона Бай по темпам роста опережает ряд европейских стран. А точнее не то, что опережает, она находится на первом месте именно по темпам роста. То есть не в количественном отношении, не по количеству зарегистрированных доменов, например, за год, а именно в процентах. То есть берется, например, общее количество доменов за 100%, через год смотрится, на сколько процентов выросла доменная зона. Можно быть, конечно, скептиком, говорить, что да, зона небольшая, поэтому она растет быстро, но все же, повторюсь, не первый год доменная зона занимает первое место по темпам роста. Это, я думаю, все-таки хороший показатель и о чем-то тоже говорит. Второй рекорд мы сюда вписали. Как я уже говорил, наша компания является организатором благотворительных аукционов по доменам в зоне Бай. И за время проведения аукционов было собрано более 2 миллиардов рублей благотворительной помощи. И эти деньги направлены в 14 детских домов по всей Беларуси. В настоящее время в доменной зоне Бай зарегистрировано более 117 тысяч доменов. В этом году зарегистрировано более 7 тысяч. С начала 2015 года. Пока еще прогнозы делать рано, но все-таки кризис повлиял, когда была непонятная ситуация на валютном рынке. Количество регистрации просело в два раза. Но опять же, когда ситуация более-менее устаканилась, цифры вернулись на прежние позиции. Что касается распределения доменов Бай в областях. Предсказуемо Минской области. Город Минск лидирует. Подавляющее большинство доменов. Если вы запомнили цифру, 117 тысяч доменов всего в зоне, 67 тысяч приходится на Минск и Минскую область. Следом идет Брестская область, потом Гомельская. Поднимите, пожалуйста, руки, кто понимает этот слайд, о чем идет речь. Никто не участвовал в конкурсе логотипов на доменную зону Бел? Тогда вынужден вас расстроить, у вас нет шансов выиграть в данном конкурсе и получить главный приз телевизор 55 дюймов ледовский или путешествие в Скандинавию. Поясню про конкурс. У доменной зоны Бай есть свой логотип. Мы решили, что у доменной зоны Бел также должен быть свой логотип, который бы использовался для продвижения доменной зоны. И в целом использовался бы регистраторами, например, для продвижения доменов Бел. Поэтому несколько недель назад мы объявили о конкурсе. Любой желающий мог как-то визуализировать домен Бел, прислать свои работы и претендовать на озвученные призы. Всего за время проведения конкурса было прислано более 500 работ. Работы были самые разные. Стартовали с таких, заканчивали такими. То есть профессионалы подтянулись уже ближе к окончанию конкурса. Вчера конкурс был завершен на портале Тутбай, по версии Тутбая. Тутбай сделал выборку лучших работ. Вы можете сегодня зайти и проголосовать за понравившиеся работы. В понедельник экспертное жюри, в состав которого входят профессиональные дизайнеры, они соберутся в Минске и рассмотрят поступившие заявки, поступившие работы и выберут, кому отдать главный приз, то есть лучшую работу, ну а также поощрительный приз. Так что в понедельник смотрите телевидение, смотрите Тутбай, там будет объявлено, какой логотип занял первое место. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы по доменной зоне Бай или доменной зоне Бел, можете смело задавать. Постараюсь ответить. Или про хостинг, про все что угодно. Сколько будет стоить домен в зоне Бел, верно? Для того, как закончатся все... 1 октября, когда стартует свободная регистрация доменов Бел, стоимость доменов Бай и Бел будет уравнена. И стоимость будет порядка 150 тысяч белорусских рублей. Опять же, по текущему курсу доллара 150 тысяч, это 10 долларов. Это небольшая стоимость для национального домена. На сегодняшний день есть ли заявки на регистрацию в зоне Бел? Да. Значит, как я уже говорил в своем докладе, первый этап приоритетной регистрации стартовал 1 марта. 1 марта это было воскресенье. Естественно, поскольку данный этап предусматривает регистрацию прежде всего юридическими лицами, потому что именно они являются владельцами чаще всего товарных знаков и, понятное дело, фирменных наименований, даже в воскресенье 1 марта в первый же час регистрации было прислано несколько десятков заявок. Всего же за две недели с момента начала приема заявок комиссия получила уже более 300 заявок. Ряд как крупных, известных, так и малоизвестных компаний они отправили свои заявки. Ну и собственно понятно, я, наверное, не упомянул в докладе, никто не говорит о том, что если у вас есть домен, например, в зоне ком или в зоне бай, что вам надо переходить на доменную зону бел. Это ваше право. Вы можете оставить текущий сайт, но если вы, например, используете для продвижения своего сайта рекламу, например, на радио, на телевидении, вы можете просто купить домен в зоне бел и сделать данный адрес просто синонимом к текущему сайту. У вас по двум адресам будет открываться один и тот же сайт, и, например, если через какое-то СМИ или через какое-то средство коммуникации вам удобнее говорить кириллический адрес, вы называете домен в зоне бел. Если, например, речь идет где-то в интернете, вы там ссылку свою указываете, пожалуйста, ставьте ссылку, например, на зону бай, то есть на свой адрес в зоне бай. Здравствуйте, спасибо за выступление. После регистрации какого-то домена в доменной зоне, что потом происходит? Нам выдается какой-то документ или ссылка на админку сайта или команда разработчиков каких-то? Спасибо за вопрос. Смотрите, доменное имя это адрес, по которому открывается ваш сайт. Если проводить аналогии, например, с автомобилями, есть автомобиль, у него есть госномер. Госномер это доменное имя. Сам автомобиль это хостинг, это какая-то там система управления сайтом и там многое другое. То есть купив доменное имя, не всего лишь, конечно, вы купили адрес, по которому будет открываться ваш сайт в интернете. Для функционирования сайта вам необходимо еще приобрести и хостинг. То есть все вместе доменное имя и хостинг позволяют существовать сайту, чтобы люди заходили на данный сайт и какую-то информацию видели. При регистрации доменного имени вам на электронную почту приходят уведомления. Если вы оплачиваете как юридическое лицо, вы получаете акт выполненных работ, где сказано, что вам оказаны услуги по регистрации доменного имени. Если вы оплачиваете как физическое лицо, чек, то есть квитанция об оплате является подтверждением того, что домен будет закреплен за вами. если вы хотите красивый сертификат, который вы повесите на стену, окей, многие регистраторы, в том числе мы были первыми, мы предлагаем сертификат регистрации домена, это красивый документ, причем это не просто бумажка, которую вы повесили на стену, этот документ имеет полную юридическую силу, то есть доказывающий ваши права на данное доменное имя. Вы можете зайти например на сайт хостербай и заказать сертификат на тот домен, который вы зарегистрировали. Деньги там небольшие, по-моему порядка 50 или 60 тысяч, мы вышли по почте вам сертификат в рамке красивый все. Сергей, спасибо, еще есть вопросы. Здравствуйте, Алексей, разработчик, спасибо за выступление. И вопрос, мы живем в стране, в которой два государственных языка, и какой-то части населения было бы весьма интересно наблюдать домены с присутствием буквы и с присутствием букв И и у короткого белорусского. Если это можно делать, то круто, если нельзя, почему? Даже кириллица, в принципе. Отличный вопрос, спасибо. Я, опять же, про это не сказал в презентации, хотя стоило. Домены в зоне бел регистрируются на русском и на белорусском языках. То есть, такие символы, такие буквы, которые вы перечислили, у короткое, йо и прочие буквы, которые, скажем так, непопулярны в доменах, они будут присутствовать в зоне бел. Вот, открою еще тайну, вы узнаете первыми об этом. Есть еще такой символ, как апостроф. И, что касается апострофа, здесь есть ряд определенных трудностей. Та же корпорация ICAN, она почему-то изначально посчитала, что апостроф это вообще знак припинания. То есть, может, отчасти это так и есть. Но, например, в нашем языке, в белорусском, наверное, этот вопрос не так критично стоит. Например, Украина с их доменной зоной УКР реально столкнулась с проблемой, когда ряд красивых названий слов есть с апострофом, и в то же время получается, они не смогли заявить апостроф изначально, и получается, автоматом такие домены не могли существовать. Они потратили приличное количество времени, чтобы отстоять символ апострофа, и чтобы ICAN признала апостроф буквой. зона УКР появилась несколько лет назад, и надо, наверное, их поблагодарить, они уже как бы нам сделали определенную почву, нам было легче, то есть мы просто взяли готовый украинский апостроф, кстати, настоящий апостроф, он на раскладке клавиатуры отсутствует, то есть вот эти вот закорючки, которые вы видите, это вовсе не апостроф, даже в белорусской раскладке тот апостроф, который отображается, это просто вот закорючка, это не апостроф. Та же Украина, она, например, что касается операционной системы Windows, значит, Украина договорилась с Microsoft, что в будущих апдейтах Windows апостроф будет поправлен, и вот эта вот закорючка, за ней, естественно, стоит какой-то там набор символов, да, который обозначает, что это вот правильный символ. Так вот, мы, когда подавали заявку в ICANN, мы взяли этот набор символов верный, который соответствует правильному апострофу, ну и так же просто его в заявку отправили, и просто будем использовать именно украинский апостроф, который ничем от белорусского не отличается. Но я к чему говорю, например, когда откроется этап свободной регистрации, чтобы поставить верный апостроф, вам, наверное, придется скачать раскладку сайта, например, регистратора или сайта доменной зоны, поскольку, например, старая операционная система, она не будет поддерживать данный апостроф. естественно, мы тоже будем со своей стороны выходить, наверное, на Microsoft, например, чтобы они все-таки поправили неправильный апостроф. Возможно, визуально, да, визуально эти апострофы одинаковые, но сама операционная система, она по-разному кодирует вот эти вот символы. И, следовательно, в окне браузера, несмотря на то, что оно выглядит одинаково, сама система, там, домены, химен, она воспринимает по-разному эти символы. Продолжение следует...